Добрый день уважаемые зрители! Новость про мессенджер WhatsApp WhatsApp ограничит аккаунты несогласных с новой политикой WhatsApp с 15 мая начнет постепенно отключать функции пользователям, не принявшим новую политику конфиденциальности мессенджера Спустя несколько недель они перестанут получать сообщения, входящие звонки и уведомления Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook с 15 мая начнет постепенно отключать некоторые функции, в том числе звонки и возможность отправки сообщений тем пользователям, которые не согласны с его новой политикой конфиденциальности Начиная с этого времени, функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление, говорится в сообщении на сайте мессенджера В результате пользователи начнут постепенно терять доступ к своим спискам чатов и не смогут отвечать на входящие аудио и видеозвонки Прочитать сообщения, ответить на них или перезвонить Можно будет только после того, как пользователь нажмет на уведомление Через несколько недель ограниченной функциональности пользователи вообще не смогут получить входящие звонки или уведомления В сообщении мессенджера подчеркивается, что ограничения будут происходить не у всех пользователей одновременно WhatsApp напоминает, что будет направлять уведомления о предстоящем обновлении в течение нескольких недель В этот период его можно будет отключать После этого напоминания больше нельзя будет отклонить Мессенджер подчеркивает, что не будет удалять аккаунт пользователя, если он не примет обновления В его отношении будут действовать правила для неактивных аккаунтов Если не пользоваться профилем, он будет удален автоматически спустя 120 дней без действия Но предупреждает, что если пользователь сам удалит свой аккаунт, то это будет необратимо Будут удалены резервные копии и вся история сообщений WhatsApp планировал ввести изменения в пользовательском соглашении в феврале 2021 года Но отложил введение новых правил до 15 мая на фоне массового недовольства пользователей тем, что обновление позволит приложению передавать больше личных данных в Facebook Материнской компании WhatsApp Новое соглашение позволяет мессенджеру собирать данные, в том числе номер телефона, самого пользователя и список его контактов и делиться ими с Facebook Кроме регистрационных данных аккаунта, соцсеть получает данные о транзакциях через Facebook Pay или магазины WhatsApp Пользователи перешли на конкурирующие приложения для обмена зашифрованными сообщениями «Сигнал» и «Телеграм» после того, как WhatsApp объявил об изменении своей политики в январе Загрузки сигнал выросли на 4200% по сравнению с предыдущей неделю, после того, как WhatsApp впервые отправил пользователям уведомление об изменениях Основатель «Телеграм» Павел Дуров назвал резкий прирост числа новых пользователей возможно крупнейшей цифровой миграции в истории человечества В первую неделю января месячная аудитория «Телеграм» преодолела отметку в 500 миллионов активных пользователей Вот такие новости про WhatsApp Собирают конфиденциальные данные, делятся им с Facebook Идет глобальная борьба за рынки пользователей и их данные На этом пока все про мессенджер Подписывайтесь, заходите на канал Всего доброго, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok